Любое нелегальное, оно, конечно, хуже, чем легальное. С этим сложно спорить. Просто надо единственное уточнить, что весь опыт так называемых миграционных амнистий показывает, что нелегальные мигранты никуда не деваются. И я хотел бы напомнить, конечно, здорово, что другие страны якобы извлекают гигантские доходы, но в Соединенных Штатах Америки, где в два раза больше населения, чем в Российской Федерации, примерно, как раз примерно в два раза больше 21 миллион нелегальных мигрантов. Поэтому это все, в общем-то, такие аргументы, задача которых протолкнуть еще больше и простимулировать миграцию. То есть амнистия миграционная имеет только один смысл. В техническом плане, в лучшем случае, 50-100 тысяч мигрантов как-то что-то заявят, легализуются и так далее. Реальный эффект нулевой. Но поскольку придется пересматривать всю систему регламентации, то это будет очередным усилием миграционного лобби в России для того, чтобы максимально либерализовать миграцию и на самом деле усиливать ее и стимулировать. В этом плане мы же должны все-таки объективно смотреть на то, что происходит. Мария, а что происходит? Последние 20 лет Россия превращается в страну, где транснациональные корпорации нанимают мигрантов. И в этом смысле окоренное население, оно в принципе такой избыточный, совершенно ненужный, лишний ресурс. А транснациональные корпорации это ЖКХ наше, которым там не тут все? Нет, 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 речь идет, нет, речь идет о ЖКХ. Это не, по объемам эти тетеньки близки к этим корпорациям. Не так, не так, потому что, кстати, между прочим, и ЖКХ и так далее, если мы возьмем после реформы так называемой электроэнергетики, кто реально заказывает энергетику и прочее, то на самом деле это будут транснациональные корпорации. Но главное не в этом. Главное в том, что нужен дешевый труд, на котором все будут наживаться, коренное население с его дорогим и социально обеспеченным трудом не нужно, и это ключевой процесс. Поэтому, вот давайте посмотрим, вот основной как бы стимулятор миграционной амнистии это фонд миграции 21 век. Кто помогал проводить это исследование? Почему-то посольство Швейцарии, правительство Великобритании, Всемирный банк. Он изучает возможность амнистиироваться, перейти в легальную реформу. Мария, но люди, люди находятся в статусе, который юридически неправильно мы называем нелегальные мигранты, люди находятся в этой теневой форме, поскольку это, к сожалению, всем выгодно по нынешним правилам. Я согласна с вами. Поэтому, во-первых, независимо от того, я... Это не все выгодно. Неправильно, не все выгодно. В целом стране, конечно, не выгодно. Но спрос в теневом секторе продуцируют россияне часто. Спрос на труд. Не важно. Важно в данном случае то, что никакими амнистиями мы ситуацию кардинально не изменим. Я больше скажу, я не могу... Я чисто технически не понимаю. Значит, сосредоточена большая часть вот этих мигрантов, а это миллионы, миллионы, в крупных городах, в столицах, будем называть вещи своими именами. Условно, с завтрашнего дня вы можете амнистироваться. Они должны прийти куда-то в присутственные места. Они же не могут это сделать просто. Нельзя три раза хлопнуть и сказать, как неженатый мне, сказать, ты теперь, значит, не нелегал, а легал. Они должны куда-то прийти. Слушайте, это коллапс. Это же коллапс. Это только не в суд. Так не назовите. Но это коллапс всех присутственных мест сразу. А я тоже думаю, что это первое. Они правки ставят. В технические детали. Они абсолютно не важны, потому что придет 50 тысяч, максимум будет, кто легализован. Максимум. Это при гигантской какой-то компании. Потому что все тот статус, который есть при заданных экономических, социальных, политических, правовых условиях, этот статус наиболее выгоден. Потому что те чиновники, которые получают... Его надо ломать. Ломается не амнистия. Более того, амнистия он закрепляется как нормальный. Говорят, ну вот набралось нелегалов, амнистировали. Прошло 5 лет, набралось, амнистировали. То есть ситуация нормальная. Они платят налоги. Просто время от времени. Дождите секундочку. Проблема не в налогах. Проблема в том, что... В том числе налогов. Как вы правильно сказали, Вячеслав Александрович, у нас абсолютно перезрела проблема миграции в целом. Вот согласен. И у нас, у нас, когда в Москве, как Путин сказал в прошлом году коллеге ФМС, что говорит, его друг говорит, в Москву выйдешь и кругом в праздники незнакомые лица. Скажем так, это Путин сказал, это не мы. Видите как, а Собянину знакомых лиц вдоль улицы выстраивали с лопатами. Как интересно было, да? Откуда-то подогнали. Смотрите, смотрите, поэтому, когда я говорю про транснациональные корпорации, вопрос не в закулисах, а вопрос в том, что базовый рынок труда, квалифицированные силы, дорогой, оплачиваемый для россиян, которые здесь проживают и так далее, он разрушается неотвратимо. И за 20 лет, вот смотрите, самолеты, да, в 10 раз меньше ставлета. Мы с вами про самолеты уже говорили. Смотрите дальше, нет, смотрите, машиностроение. И за многом из-за отмены зимнего времени. Станкостроение 15 раз. Станкостроение 15 раз. Станкостроение 15 раз. Это машиностроение. Будьте, Коин, ну я все-таки прошу прощения. Это первый, нет, это первый. Вячеслав Александрович, но он, он, при моем, глубок к нему симпатии, он представитель миграционного лобби, который, который вместо того, чтобы наш, наш структурировать рынок труда, пользу высококвалифицированной и дорогой рабочей силы, чтобы нам развивать индустриализацию, которая провалена, помню, все эти разговоры, вместо этого, говорят, есть потребности, есть потребности. Вот скажите, пожалуйста, что страна принимающая, должна создавать условия и так далее. Но, прошу прощения, эта страна, прежде всего, должна создавать условия для жителей, которые живут. А у нас, так о чем мы говорим? Поэтому, миграционная труба и игла, это то же самое, что ресурсная игла и труба. Легальный мир дороже. Поэтому, надо не пропагандировать миграцию. И концепция миграционной и государственной политики, она безобразна в этом плане, подписанная в июне прошлого года. Потому что, не говорится, миграция спасет Россию. Вот в чем вопрос.